МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире криминальные новости. Это проект Зона Икс. Я Карина Пашкова. Здравствуйте. И сегодня в программе. Контент специфический. За организацию порно-студии задержан житель Солигорского района. Фигурант выполнял широкий спектр задач. Подпольный мясокомбинат ликвидирован в Могилевском районе. Скупка, разделка и реализация мяса. Вот только о санитарных нормах речи не идет. Работа в боевых условиях. Большая тренировка военных, следователей и экспертов на полигоне под Борисовом. Условия приближены к реальности. За организацию порно-студии задержан житель Солигорского района. 28-летнего фигуранта оперативники взяли в Минске. Как выяснилось, молодой человек выполнял широкий спектр задач. Установлено, что фигурант на протяжении года выполнял функции режиссера, видеооператора и актера порно-контента. А также являлся администратором приватных телеграм-каналов и специализированных интернет-сайтов. Отснятый материал он распространял посредством продажи ссылок доступа. Для съемок интимных видео молодой человек искал модели в Инстаграм, где рекламировал свои услуги с указанием прайса за изготовление контента. Стоимость видео варьировалась в зависимости от предпочтений. От 25 до 120 евро. Оказалось, зарабатывал предприимчивый парень не только на зрителях, но и на актрисах. Вместо оплаты за съемки с девушек он брал деньги, а им передавал готовые ролики в качестве портфолио. Следователи возбудили уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов. Хищение арендного автомобиля для решения своих финансовых проблем. СК поделился подробностями дела о мошенничестве. В январе к правоохранителям обратился представитель индивидуального предпринимателя, который оказывает услуги проката. Пропал автомобиль «Мерседес» стоимостью порядка 132 тысяч рублей. Машину на сутки арендовал клиент, но спустя 24 часа транспорт не вернули. Система, которая отслеживает местоположение, авто отключена. По материалам дела документы, с которыми обратился фирму-арендатор, были фиктивными. Тем не менее, фигуранта оперативники нашли и задержали. Это 37-летний минчанин. Ранее он не был судим. Мужчина рассказал пойти против закона, решил, чтобы погасить долги. Почитал разные статьи о заработке на серых схемах и решил попробовать. Необходимо было арендовать автомобиль за страхованный по каскам, продать его, а после заявить об угоне. Оставалось дело за малым – найти покупателя. Обвиняемый связался с 28-летним россиянином, и тот обещал помочь. Вскоре в мессенджере фигурант получил заказ на авто премиум-класса «Мерседес» или «БМВ». Выполнить заказ нужно было в течение недели. Только была проблема – мужчину лишили прав. Но для заказчика это не стало преградой. Нехитрые манипуляции и через некоторое время фигурант забрал фиктивные документы. В январе текущего года у индивидуального предпринимателя он арендовал на сутки «Мерседес». И сразу направился в сторону границы, поскольку автомобиль готовы были купить только на территории соседнего государства. По пути следования обвиняемый постоянно держал связь с заказчиками, отправлял им фото и видео транспортного средства. В назначенном месте его встретил неизвестный в маске и сообщил, что автомобиль необходимо забрать на несколько часов для проверки технического состояния и наличия трекеров. Уезжая, мужчина сказал ждать его в этом же месте. Как и полагается в подобных случаях, к обвиняемому никто не вернулся и денег за выполненный заказ он не получил. Несколько дней он пытался связаться с кураторами, однако в ответ минчанин получил угрозу расправы над близкими в случае обращения заявлением в правоохранительные органы. Во взаимодействии с коллегами из Российской Федерации на одной из станций технического обслуживания похищенный автомобиль обнаружен в частичном разобранном состоянии. Благодаря слаженным действиям следователей и сотрудников милиции столицы ущерб возмещен в полном объеме. По завершению расследования действия 37-летнего мужчины квалифицированы как мошенничество, совершенное в особо крупном размере, и управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления. К нему с санкцией прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу. О происшествиях по линии дорожной милиции. Далее материал Владимира Королева. Свыше 4 промилле показало освидетельствование бесправников Гомели. Днем водитель фургона потерял управление. Мерседес выехал за пределы дороги и врезался в припаркованный Део, а та в Ауди, где сидели женщины с несовершеннолетней дочкой. 39-летнего мужчину задержали. Он уснул прямо в машине ГАИ. Столичные инспекторы выясняют обстоятельства аварии с участием 4-х автомобилей. ДТП произошло накануне вечером на пересечении беды Мележа. От удара фургон оказался на боку, легковые Мазда, Ауди и Джили получили незначительные повреждения. Пострадавших нет. Уснул за рулем. Это предварительная версия столкновения в Петриковском районе. На трассе М10 Тойота выехала на встречную и врезалась в грузовик. Уснувший водитель получил травмы и был госпитализирован в реанимацию. Несоблюдение дистанции стало причиной аварии в Гродно. Там груженый МАЗ не успел затормозить перед фургоном, который остановился на красный. В аварии никто не пострадал. Шоферу большегруза грозит штраф с возможным лишением прав. В Речице Киа сбила мотоциклиста. Вечером водитель хэтчбека, поворачивая налево, не заметил байкера на Сузуки. Авария произошла на регулируемом перекрестке. Пострадавшего доставили в травматологию. Скрывшийся с места аварии в Минском районе мотоциклист задержан. Несколько дней назад 38-летний мужчина за рулем Хонды наехал на 8-летнюю велосипедистку. Инцидент произошел в колодищах. Вскоре оказалось, что байкер бесправ. Все это время он прятался на чертеке дома, чтобы пересидеть неприятности. 600 литров дизтоплива забрал механизатор в Рогачевском районе. В ходе рейда правоохранители пришли к жителю одной из местных деревень. Это сторож сельскохозяйственного производственного кооператива. В гараже у мужчины стражи порядка обнаружили 29 канистр по 20 литров и 2 по 10, наполненные дизельным топливом. По словам хозяина, солярку он купил у знакомого механизатора. Оперативники задержали двоих фигурантов. Тогда и была раскрыта серая схема. По информации милиции, механизатор сливал частями топливо с рабочего трактора, оставлял канистры в поле и уезжал. Затем он говорил сторожу, где стоят емкости, а тот их забирал. Сторож покупал дизтоплива для себя, а механизатор получал за это немалые деньги. Уже подсчитан ущерб. Это около 1200 рублей. В отношении 45-летнего механизатора возбуждено уголовное дело. Дружба закончилась. Даже не начавшись, жительница Могилева забрала деньги новой знакомой. За помощью в милицию обратилась 24-летняя девушка. Она сообщила, что лишилась своих сбережений. Это около 600 рублей. Инцидент случился в одном из ночных клубов областного центра. Оперативно правоохранители вышли на 37-летнюю приятельницу жертвы. Познакомились женщины в баре. Когда пострадавшая уходила, из куртки у нее выпали деньги. Новая знакомая об этом предпочла молчать, а наличку прихватила с собой. В отношении женщины уже возбуждено уголовное дело. Прямо сейчас прервемся на рекламу, а через несколько минут мы продолжим. Подпольный мясокомбинат ликвидирован в Могилевском районе. Нелегальную деятельность по скупке, разделке и реализации мяса организовал 38-летний предприниматель. Как установили борцы с экономическими преступлениями, мужчина покупал скот за наличку. Среди поставщиков были скупщики говядины, работающие с сельхозорганизациями Могилевской и Витебской областей. А также обычные жители деревень. Для разделки, заморозки и хранения туш бизнесмен переоборудовал в цех по переработке мяса, принадлежащий ему дом в Могилевском районе. Стоит ли говорить, что никаким санитарно-эпидемиологическим нормам здание не соответствовало? Продукция продавалась в Белоруссии и России. Обнаружено производственное помещение, в котором осуществлялся процесс производства продукции убоя мясной продукции, технологическое и холодильное оборудование, а также фасованные в блоки по 12-20 килограмм мяса говядины, общим весом более 16,5 тонн и свыше тысячи полулитровых банок тушенки. Естественно, соответствующих ветеринарных документов на продукцию не было. Жительница столицы стала жертвой кибермошенников. Схема классическая, но, как показала история, рабочая. Женщине в мессенджере позвонил неизвестный, представился работником милиции и сообщил, что на ее имя в банке хотят оформить кредит. Произошла попросту утечка из банка. В связи с этим потерпевших есть много. В связи с этим активная фаза внегласных, внеплановых проверок уже сегодня в городе Минск. Для этого нам понадобится официальное приложение, вот служба безопасности. Я вам пошаговую инструкцию предоставлю, ничего абсолютно сложного в этом нет. Звонивший порекомендовал немедленно установить на мобильный телефон приложение удаленного доступа, якобы для защиты персональных данных, и сообщить ему код доступа. Минчанка выполнила все рекомендации, в результате чего с ее карт-счета было списано около 5000 рублей. Сотрудники ОПК Фрунзенского РУВД провели проверку. Возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества путем модификации компьютерной информации. Ну, как противостоять этому злу? Да очень просто. Об этом говорят на каждом шагу. Я ничего нового не скажу. Не вступать в диалог по телефону с незнакомыми людьми. Если представились сотрудником милиции или сотрудником банка, то никому не доверять, а проверять эту информацию. И ни в коем случае никому не сообщать личные секретные коды своих банковских карт. Вот, как писал Великий Пушкин, все, можно выразить так чудно. Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад. Следователи тренируются в боевых условиях. Сегодня на полигоне под Борисовым военные вместе с сотрудниками СК и экспертами отрабатывали практические навыки. По легенде поступила информация, что на одной из белорусских деревень идет наступление диверсионной группы. Якобы произошел военный конфликт. Все необходимые силы были брошены на указанную местность. Противник вытеснен. После зачистки населенного пункта прибыло несколько оперативно-следственных групп. Ее сотрудники провели осмотр места происшествия с использованием новейших технологий. Алена Лешкевич с места событий. Здесь создана максимально приближенная обстановка к реалистичной. По легенде, на одной из белорусских деревень напал противник. Военные зачистили населенный пункт и сейчас здесь на месте работают следователи. Задача следователей сориентироваться в боевой обстановке сразу после вооруженного конфликта. Опросить свидетелей, зафиксировать следы нападавшего, найти все необходимые вещественные доказательства. То есть отработать свои действия по живым следам сразу после ЧП. Следственный комитет готов в любых условиях выполнять свои задачи. Сегодня мы отрабатываем навыки процессуальной фиксации следов, доказательств экстремистской, террористической деятельности. Мы осматриваем место происшествия. Мы отрабатываем навыки взаимодействия с вооруженными силами, по охране места происшествия, помощи пострадавшим, по получению доказательств, по изобличению преступной деятельности. На полигон привезли полуразрушенные срубы домов, которые якобы повредил противник. Здания, в свою очередь, служили укрытием для военных. Для курсантов военной академии такой практический опыт тоже очень ценный. На занятиях используются как боевые средства, это и боевое оружие, боевые патроны, и гранатометы, в том числе и танки, БМП и БТР, которые в полном объеме имитируют боевую обстановку и создают обстановку, максимально приближенную к боевой. Задача таких занятий в прямом смысле в полевых условиях – научиться взаимодействовать всем силовым органам на месте военного конфликта, отработать новые технологии и методы работы. Алена Лешкевич, Алексей Петров, Зона Икс. Блок новостей от спасателей. Прямо сейчас продолжит Юрий Шевчук. На пожаре в Лунинце мужчина получил ожоги и ЧП. Случилось в квартире на первом уровне пятиэтажного жилого дома по улице Ильина. В результате возгорания получил ожоги и отравление продуктами горения гость хозяина. Причина пожара устанавливается. Работники МЧС спасли мужчину на пожаре в Гомеле. Горела также квартира в многоэтажке по улице Ильича. Спасатели обнаружили в горящей комнате на кровати квартиросъемщика. Его вынесли на руках на лестничную клетку и передали медикам. С предварительным диагнозом отравления продуктами горения мужчина госпитализирован. Из соседних комнат квартиры самостоятельно вышли пенсионер и еще один мужчина. Они не пострадали. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Неосмотрительность хозяев привела к пожару в Купольском районе. Дачники, собираясь уезжать домой, закрывали хозпостройки. И при этом хозяин бросил непотушенный окурок вблизи сарая. Семья уехала, а строение загорелось. Пожар обнаружила соседка, которая вышла на улице поговорить по телефону. Она же и вызвала спасателей. Огонь распространился на летний душ и уборную на соседнем участке. В Лицском районе горел автомобиль. По информации МЧС, инцидент случился в деревне Доржиб, где вспыхнул форт. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Огнем поврежден моторный отек-салон и элементы кузова. Вероятнее всего, причиной случившегося стало короткое замыкание электропроводки. Шестеро белорусов до сих пор числятся пропавшими без вести на западном склоне Эльбруса, самой высокой горной вершины России. Об этом сообщают спасатели Карачаева Черкесской республики. Информация поступила этим утром. В подразделениях МЧС России группа не была зарегистрирована, говорится в сообщении ведомства. В регионе идут поиски. Отделение посольства нашей страны в Ростове-на-Дону выясняет обстоятельства исчезновения белорусских туристов. Для их поиска рассматривается вопрос о привлечении вертолета Ми-8. Такой была программа «Зона Х» сегодня. Увидимся завтра на «Беларусь-1». Криминальные новости есть на YouTube-канале проекта. Также следите за нашим аккаунтом в Instagram. Продолжение следует...